МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Недетские проблемы в Чебоксарах. Прошла конференция, посвященная защите детства. Растет на глазах, как идет строительство школы в микрорайоне Волжский в Чебоксарах. Надежда электротехники в Республике прошла Олимпиада среди школьников и студентов техникумов. Социально-правовая защита детства. Приоритет государственной политики. Это тема научно-практической конференции, которая прошла сегодня в Чувашском государственном университете. Ее участники обсуждали, как свести на нет преступления в отношении несовершеннолетних. В пленарной сессии принял участие и глава Чувашии. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. К вопросам защиты детства интерес большой. Обсудить их на международной конференции Чувашского госуниверситета приехали представители свыше 20 регионов. Научные доклады могут помочь студентам, которым в будущем еще предстоит работать с детьми и подростками. Вы будущие мамы, папы. И, безусловно, наш личный пример, о котором мы порой забываем, он является лучшим инструментом воспитания и воздействия на ребенка. И, безусловно, жизнь не стоит на месте. И, знаете, не спят люди тех, кто негативно влияет на ребенка. Пожалуйста, вот интернет, социальные сети. Это колоссальный полезный ресурс и в то же время инструмент негативного воздействия социального на ребенка. Защита детей является актуальной проблемой, актуальным вопросом. И каждодневно эти вопросы решаются как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Чувашской Республики. Стратегия в интересах детей принесла ощутимые плоды. За последние годы в республике сократилось количество сирот, стало больше многодетных семей. Главная наша задача – готовить наших детей для самореализации. Социально-экономические и правовые основы для этого закладывают прежде всего государство. То есть для этого мы обязаны создавать вместе с вами благоприятную среду. То, что президент России объявил десятилетие детства, это на предстоящий период, конечно, для этого были хорошие предпосылки и результаты реализации национальной стратегии действий в интересах детей. В республиках входят первые десятки субъектов Российской Федерации по устройству детей семьи. В республике, отмечает Михаил Игнатьев, налажена и эффективно работает система защиты детей. За это отвечают не только органы власти, но и общественные институты. Ведется работа по профилактике суицидов, наркозависимости, несовершеннолетних. У нас на уровне каждого муниципального образования работают комиссии по разным вопросам. То есть с выездом на место обсуждают, разговаривают и с родителями, и с близкими родственниками, для того, чтобы понять, в чем же причина этих негативных поступков. Но все же в вопросах охраны детства расслабляться не стоит. Это подтвердил и недавний случай в школе Бурятии, когда подросток напал с топором на учеников и преподавателя. В МВД Почувашской республики обеспокоены ростом наркопреступлений, совершенных подростками. Каждое седьмое преступление и числа совершенных подростками связано с незаконным оборотом наркотиков. Аналогичные тенденции на уровне Российской Федерации были подтверждены научно-исследовательской работе, проведенной коллективом авторов Академии управления МВД России в 2016 году. При этом ежегодно возрастает и доля девушек, вовлеченных в противоправную деятельность. Экспертов беспокоят и другие цифры. За последние годы в стране возросло количество преступлений, жертвами которых становятся дети. В российских приемных семьях погибают в 39 раз детей больше, чем в американских. Количество погибших детей в родных семьях в России соотносится по сравнению с Соединенными Штатами как 4 к 1. Необходимо что-то менять, отмечают эксперты. Новые подходы в охране детства планируют выработать по итогам конференции. Все материалы опубликуют сборники научных статей. Их проанализируют и в правительстве региона. Медриковалев и Андрей Шоклев. Республика. Хозяйство Чувашии готовится к посевной. Чтобы обсудить нюансы этого года, аграрии собрались в Урнарском районе. Корма для скота у вурнарского мясокомбината свои. Выращивают столько, что хватает не только перезимовать при полных кормушках, но и на продажу в другие хозяйства и агрохолдинги. У нас всего более 10 тысяч гектаров земельных площадей мы обрабатываем. Мы в основном выращиваем все кормовые культуры, кукурузы, зерно для скота и также многолетние травы. Семена кукурузы закуплены на тысячи гектаров. Также каждый год стараемся менять сорта. К новой посевной здесь готовы. В конце прошлого года прибыль от реализации молока позволила приобрести новую технику и запастись удобрениями. Однако, если бы с этим помедлили и отложили покупку, к примеру, до весны, сеять бы, вероятно, пришлось на старом оборудовании. Цены на молоко в последнее время существенно снизились, а вот на топливо, наоборот, выросли. Чтобы во всяком случае удачно собрать и продать урожай, в Министерстве сельского хозяйства советуют грамотно спланировать посев. При составлении структуры посевных площадей, учитывая опыт прошлых лет и прошлого года в том числе, конечно, мы очень просим хозяйства не с фанатизмом, не заниматься техническими культурами или не водить эксклюзивные культуры, которые никогда, ну, традиционно в нашем регионе не выращивались. Это такие, как подсолнух, допустим. Ну, не хватает для подсолнуха у нас солнечного тепла. Заниматься всем только зерновыми культурами – это тоже неправильно. Это приводит к перенасечению рынка, потом к снижению цены на данные продукты. Поэтому всего должно быть помаленьку. Начинать сеять в хозяйствах Чувашии планируют через 2-3 недели, если, конечно, позволит погода. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Школу в микрорайоне Волжский-3 намерена открыть раньше намеченного срока. Уже сейчас строительство объекта идет с опережением графика. Работу подрядчиков проинспектировал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Буквально два месяца назад на площадке забивали сваи, а уже сейчас подрядчики завершают возведение колонн первого этажа. Открытие новой школы намечено в следующем году. Здесь возведут учебный корпус на 1100 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс для учеников. Напомним, что школу в микрорайоне Волжский-3 возводят в рамках федеральной программы по инициативе президента страны Владимира Путина. Проект был поддержан главой республики Михаилом Игнатьевым. Только в этом году на его реализацию направят более 650 миллионов рублей. Сити-менеджер отмечает, что школа в Волжском-3 будет соответствовать современным образовательным стандартам. Сейчас рассматривается возможность объединения нового учебного заведения с гимназией номер 5. Здесь будут учиться дети с микрорайона Волжский-3, возлеезжающих домов северо-западного района. Ну и в целом будет возможность учиться детям со всего города по гуманитарному направлению, по техническому направлению, как мы сегодня обсудили. Привели конкурс, выбрали руководителя образовательного учреждения и действительно рассматриваем вопрос слияния гимназии 5 и школы в Волжском-3. Мы видим в этом эффективность сокращения издержек. На объекте задействовано свыше 90 рабочих и десятки единиц спецтехники. Глава администрации считает, что одновременно со строительством должна быть решена и транспортная проблема. Сейчас на выезде из микрорайона возникают большие заторы. Когда родители начнут сюда приводить своих детей, ситуация обострится. В администрации столица уже ищут пути решения этого вопроса. На примере детских садов, школы микрорайона Гладково, мы видим, что родители даже с соседних домов идут не пешком с ребенком, а едут на автомобиле. Но опыт решения подобной проблемы мы уже имеем. На микрорайоне Гладково вопрос разрешен. Так или иначе, сегодня нет жалоб, нет обращений. В рамках городского конкурса состоялось награждение лучших педагогов. Каждый год это мероприятие помогает найти лучших профессионалов в своем деле. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Конкурс «Учитель года» традиционно проводится с 1992 года. Лучших воспитателей определяют с 2008 года. Надежда Кальметова показала лучший результат номинации «Педагог-профессионал». Этот титул появился только в прошлом году. Участвую, наверное, раз в шестой в таком конкурсе за столько лет. И первый раз я добилась таких результатов. Наконец-то. Я очень долго шла к этому. И, наконец, добилась своего. Я очень рада. Но не ожидала. Среди воспитателей была самая серьезная конкуренция. 64 человека боролись за это звание. Для Анастасии Гайнудиновой это не только профессия. Она искренне верит, что быть воспитателем – это призвание. После победы в этом конкурсе в ее планах участие на республиканском этапе. Я думаю, все воспитатели – это непростые люди. Мы все попали в эту профессию не просто так. Это не случайные люди. Но воспитателю года нужна целеустремленность, уверенность в своих силах. Конечно же, поддержка коллектива. Ну и творческий подход во всем. Лучшим учителем столицы в этом году стала Татьяна Андреева. Учитель математики 12-й школы. После этапа республиканского конкурса все финалисты примут участие на всероссийском уровне. Алексей Табинов, Татьяна Раевская, Республика. Они – надежда электротехники Чувашия. Школьники и студенты СУЗов, которые стали лучшими в Олимпиаде по физике и математике. Ее организаторы – ЧГУ имени Ульянова. Чебоксарский электромеханический колледж. Предприятие ЧАС и ЭКРА. С юными умами познакомилась наша съемочная группа. Шкафы релейной защиты и автоматики ребята увидели впервые. Эту продукцию производят ведущие предприятия электротехнического кластера Чувашия, которым необходимы квалифицированные специалисты. А школьники в будущем могут ими стать. Мы начинаем работать не только с выпускниками восьмых, девятых, десятых, одиннадцатых классов. Мы начинаем работать с внос поступившими первоклашками. То есть к нам первоклашки приходят. А почему это нужно? Ну, чтобы люди с самого начала видели, что потенциал Чувашской республики позволяет обеспечить работой хороших и достойных выпускников. Наше желание, чтобы наши лучшие выпускники оставались в Чебоксарах и не уезжали в другие города. Олимпиады «Надежда электротехники» проходят в третий раз. В этом году свои знания физики и математики проверяли 235 школьников и студентов техникумов. Они решали профильные задачи. Лучшими стали те, кто набрал более 70 баллов из 100. Среди одиннадцатиклассников победителем стал Павел Зотов. Когда я шел на эту олимпиаду, я не ожидал, что у меня получится что-то занять. Я надеялся хотя бы половину задания решить. Но когда увидел задание, уже понял, что эти темы мне знакомы. Я решил, что нужно рассматривать уже и ЧГУ как вуз для поступления. То, что нет смысла уже ехать в Москву, чтобы определиться в своем будущем, когда мне здесь уже предоставляют возможности. Бонусы при поступлении в ЧГУ. Право выбора на обучение по целевому договору с ЧАС и ЭКРА. Повышенная вузовская стипендия и стипендия от предприятий. Участие в олимпиаде открывает школьникам дорогу в будущее. Недавние победители этой олимпиады, которые поступили к нам в прошлом учебном году, они стали лучшей академической группой ЧГУ. Я думаю, что поедут на всероссийский конкурс. Это пример, это ориентир, некий образец для тех, кто тоже стремится быть лучшим как в своей будущей профессии, так и в общественной жизни. Видеть свою цель и стремиться к ней с самых ранних лет. Именно это дает участие в подобных олимпиадах. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Минстроя Республики. Его подозревают в подделке заключения соответствий домов в садовом районе Чебоксар требованием и нормативом. По материалам прокуратуры, Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, в июле прошлого года в Чебоксарах подозреваемый изготовил и подписал заведомо для себя подложное заключение о фактическом соответствии двух многоквартирных жилых домов, построенных в микрорайоне Садовом, требованием проектной документации в части наличия в указанных домах лифтов, хотя лифты на тот момент в них установлены еще не были. На основании этих поддельных документов администрации столицы республики были выданы разрешения о вводе домов в эксплуатацию. День марийской культуры прошел в Чебоксарах. В Доме дружбы народов собрались все, кто любит и знает марийские традиции. Вокалисты, танцоры, гусляры, мастера народных промыслов. Дом дружбы на время превратился в большую творческую площадку. Всех гостей здесь встречали хлебом, солью, танцами и песнями. Гости соседней республики бережно хранят свои традиции. Из поколения в поколение передается мастерство плетения из лозы и бересты. Мастер Марина Дегтярева с удовольствием делится своими секретами плетения. Начала плести вот такую маленькую шкатулку, причем это ленточное плетение. Оно пришло еще от наших прабабушек и бабушек. Каким образом плетется? Сначала плетется коврик плотняного при плетении. Что я для этого беру? Перестяну лычку, обрабатываю обязательно салом свиным, для того, чтобы легко проходило между собой. Она была мягкая, эластичная и скользила. Затем я лычку вставляю на свой рабочий стол. Вот таким образом справа, слева. Тем самым плетем коврик полотняного при плетении. Два гости покупают мою работу, они спрашивают, где же начало. Как раз начало с полотняного коврика, то есть плетение начинаю вот отсюда, а заканчиваю вот здесь. Кстати, морейцы мастера плести лапти. Причем у этой берестяной обуви есть одна особенность. Наши лапти у горных морейцев, так же как у луговых, плетутся только на одну ножку. Почему? Наверное, было это принято так, это было практично, это было выгодно. Почему? Пошла хозяйка на рынок, стоптала один лопаточек, достала из холщевой сумки второй, одела и пошла дальше. У русских плетений на правую ножку и на левую, заплет направо-налево, а у башкир и татар лапти остроносые. И когда вы пойдете куда-то и увидите, идет человек, допустим, в быстроносых, это значит башкирия либо татария. Здесь же можно было увидеть и старинную одежду морейцев, и их уникальные украшения. Вот это украшение монисты называется, в три ряда. Это старинные. Это чаловническая цепочка. У нас в районе была артель, которые делали вот такие чаловнические цепочки с крестиком. Наш мак одевается на голову. Наш мак. У вас мас мак. А у нас наш мак. И шарпан через шейную. И сзади там свое атрибутика одевания. Это шарпан. Она двусторонняя. По ней можно было прочитать, из какой деревни девушка и судьбу человека, который вышивал. Если я чужой узор беру, значит я оформляю вот здесь, с краю. Вот если я вот этот узор взяла, значит я кисточку делаю. Или бисеринку туда. Кстати, чувашская и марийская вышивка очень похожи. Много совпадений и в языке. Я марийц по национальности. Живучий в царах. Знаю чувашский язык, но не полностью. Есть слова такие с нашим сходятся с марийским, чувашские языки. Слова такие есть. Например, шакар. Щакар по-чувашски. Томана. Это совап. Также будет сосна. Сосна. Да. Разговор там. Если одно слово там есть, схожее на чувашском предложении, то уже можно понять полностью это смысл. Можно перевести и сразу же. Уже в голову полезется. Фестиваль продлился до самого вечера. Подобные встречи планируется проводить чаще. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я желаю вам хороших выходных. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова